всем привет уважаемые зрители и подписчики сегодня у нас на обзоре вот такая вот помпа называется внутренняя это помпа для аквариума или для других каких-то дел фонтанчики бассейны мини разного рода водопады вот ну на для нашего следующего проекта понадобится минимального размера помпа минимальной мощности потому что мне надо будет воду никуда далеко высоко поднимать вот поэтому вот мы заказали вот такая вот самая дешевая в нам на всех marketplace ах самый дешевый помпа и самая дешевый самая маленькая вот но я не беру такие которые работают от usb именно от сети 220 вольт вот называется знать home fish они везде продаются по моему были на озоне или на wildberries конкретно на яндекс маркет приобрел вот 3 ватта 0 6 метров высота подъема это мы еще проверим и также заявлены 200 литров в час это мы тоже еще проверим вот ну так же вот есть вот такие еще модели данной компании вот в оранжем вот выделено которую у нас вот нам высота надо ну конечно же китайский нам высота нужно будет конечно не 0 6 метров где нужно 20 максимум может быть ну до 20 поэтому мы взяли самую маленькую вот ну что сейчас распакуем посмотрим что внутри эти общины себя представляет размеры так далее так ну что раскроем коробку у нас есть помпа сама в пакете тут есть инструкция на русском языке такая вот инструкция на русском языке но тут ничего нового как бы никто не прочитает для себя поэтому даже нет смысла нужно сухую не включать что еще гарантии один год в общем не отрезать провод и так далее у коробка такая аккуратно так далее пакетик упаковано пакетик все все стандартно тут у нас перемотана аккуратно размотаем тут так проволока так у нас достаточно такой шнур длинный так провод мы измерили достаточно длинный провод ну не знаю длинный не длинный короче получается один метр примерно 6 сантиметров метр 6 сантиметров 106 сантиметров вот далее помпочка сама вот такая небольшая такая прям прям такая на на помпа для маленького такого какого-то террариума флорариума полюдариума как хотите называть может быть кстати некоторые писали в отзывах для фонтанчиков в поилке для кошек видимо какие-то я просто не кошатник наверное есть какие-то поилки с фонтанчиками чтобы вода не стояла или что непонятно в общем так шнур метр 6 сантиметров значит у нас высота высота помпы именно вот если мы поставили на присоске и чтобы она была была полностью в воде это будет у нас 35 миллиметров я специально замерял как бы чтобы не не при как бы присоске вдруг как бы отлипнут и просто настоять будет вот с этим условием 35 миллиметров потом значит ширина вот так здесь получается у нас 40 миллиметров опять же вот если видно немножко поставить присоски выступают чуть-чуть за край помпы грубо ряд присоски до присоски 40 миллиметров вот и еще один такой немаловажный параметр это диаметр вот этой трубки выходной в общем диаметр выходной трубки восемь с половиной миллиметра вот так ну далее еще тут есть регулятор мощности вот такой вот впереди переключающийся что уж там переключается я не знаю какая-то видимо какое-то отверстие более или менее перекрывается вот но мы проверим ее и на наверно на мой на самом мощном чем мы там не будем экономить 3 ватт максимум и вот и проверим сколько качает воды да надо бы наверно важнее в данном случае нам на какую высоту поднимает чем мы сколько прокачивает воды вот так ну что сейчас мы все замерим и я вам расскажу так значит взяли трубку одели на помпу единственное что сразу предупреждаю я искал в аквариумных магазинах нигде не нашел 8 миллиметровую трубку пошел в магазин самогонных аппаратов и там купил такую трубку шланг 8 миллиметров цена копеечная в общем погружаем сейчас ее да и другой конец шланга мы опустили в бутылку в полтора литровую чтобы нам засечь сколько вы лица воды за полтора литра вы лица за какое время так опускаем так набрали воды выше чем сама помпа главное основное условие и включаем собственную розетку все процесс пошел сейчас наберем полтора литра и выключим главное чтобы она в кастрюле быстрее не кончилось в общем так дорогие друзья тут конечно надо кастрюлю брать больше постоянно вода течет здесь кончается тут блин переливается в общем короче не очень удобно но смысл в том что полтора литровую бутылку это помпа набрала за 50 секунд это у нас получается сколько литров в час сейчас переведем так друзья но вспомнили школьные курс математики пропорции в общем посчитали пересчитали получилось у нас сто восемь литров в час эта помпочка качает вместо заявленных 200 я тут даже посмотрел думал у меня минимальная стоит мощность нет можно стоит максимальная в общем получается 200 не 200 литров а 108 теперь у нас следующий эксперимент насколько она поднимает воду написано что на 60 сантиметров вот теперь проверим следующий параметр значит померили мы высоту первое что надо чтобы вода сразу текла из шланга а потом уже устанавливать высоту либо заливать ее туда что ли иначе она сразу не поднимает воду просто стоит вода и опустил вода потекла и все и короче смысл такой что на 59 сантиметров он ее поднимает но да можно сказать что производитель написали правильно что поднимает на 60 сантиметров но я бы выше 50 сантиметров не рассчитывал но если вы планируете какие-то проекты с данной помпой я бы больше 50 метров не рассчитывал нам надо 20 сантиметров поэтому нас в принципе устроит в общем по итогам что получается 06 метра ну можем считать что 06 но это прям в прыжке в таком я думаю там если вам надо чтобы сюда поливала то это короче полметра максимум 200 литров в час но это как говорится ложь чистой воды плюс минус литр грубо говоря 100 литров 100 литров в час модель 300 кстати до сих пор не понял зачем они назвали модель 300 если можно было назвать модель 200 ну по литражу по так называемым да потому что нам не соответствует может быть надо вычесть 300 минус 200 тогда получится тот объем воды который прокачивается непонятно но все-таки надо тут надо понимать что это самая дешевая помпа можно сказать на рынке любой marketplace там вот именно вот он фиш самый дешевый если вам нужен более какой-то соответственный элемент вот такой насосный ну тогда уже есть и другие фирмы производителей бренды европейские которые собственно и обеспечит вам нужные объемы и литраж и мощность и так далее но на этом ходе закончить мы эту помпу увидим в следующем проекте вот надеюсь она нам она в этом проекте себя хорошо по проявит ну а пока всем хорошего настроения до новых встреч